Новости из Израиля. С вами Альберт Векслер. Джон Керри предложил Израилю и палестинской автономию сделку. Мошея Алон опять критикует Обаму. Депутат князья Тарина Френкель обратилась к премьер-министру Бенамину Нетаньягу с требованием подготовить специальный план по экстренной репатриации евреев Украины. Палестинская автономия объявила о своих планах начать поиски нефти на Западном берегу. Исторический экскурс 20 марта 1917 года. Государственный секретарь США Джон Керри предложил Израилю и палестинской автономии сделку, в рамках которой будут освобождены 26 террористов, среди них 20 граждан Израиля. США амминистируют израильского разведчика Джонатана Поллерда, а Махмуд Аббас согласится на продление переговоров до конца 2014 года, сообщила радиостанция Галей Цагаль. Сделка была предложена после того, как премьер-министр Бенамин Нетаньягу дал понять, что Израиль не намерен освобождать четвертую партию террористов в том случае, если Махмуд Аббас откажется продолжать переговоры. Как сообщает Галей Цагаль, источники в Иерусалиме заявляют, что даже если будет достигнуто соглашение о продолжении переговоров, большинство министров правительства возражают против освобождения террористов, имеющих израильское гражданство. По замыслу Джона Керри, амминистия Джонатана Поллерда должна повлиять не только на министров правительства, но и на общественное мнение в Израиле. На прошлой неделе министр Моше Яолон сказал, что мир считает участие США в разрешении кризисов на Ближнем Востоке и на Украине слабым. Касательно переговоров, целью которых было предотвращение достижения Ираном ядерного потенциала, Ялон сказал, что на каком-то этапе Соединенные Штаты вступили в переговоры с Ираном и, к несчастью, когда дело доходит до переговоров, на персидском базаре Иран выглядит выигрышнее. Реакция США не заставила себя долго ждать. Официальные представители США сказали, учитывая огромные обязательства и то, что эта администрация сделала для безопасности Израиля, мы озадачены, почему министр обороны, кажется, намеревается подорвать отношения. Но трагические события в Сирии, в Египте происходят под наблюденным Обамой. Из газа ракеты продолжают сыпаться на гражданское население Израиля. Турецко-израильские отношения, которые всегда были хорошими, разрушаются. И в то же самое время Иран всего лишь в шаге от создания ядерной бомбы. Это не означает, что Обама виноват. Но нетрудно найти сферы, где внешняя политика США способствует, а не препятствует этому развитию. Возможно, официальные представители США и правы в том, что администрация Обамы поддерживает Израиль в обеспечении военного оборудования и финансами. Но если посмотреть на всю картину, безопасность Израиля сегодня гораздо слабее, чем когда Обама пришел ко власти. Депутат Книсета от партии Ешатид, бывшая киевлянка Рина Фрэнкель, обратилась к премьер-министру Бенямину Нетанягу с требованием подготовить специальный план по экстренной репатриации евреев Украины. Между строк этого воззвания читались исторические отсылки и к уникальным операциям Шломо и Моше, спасшим тысячи евреев в Эфиопии, и к масштабной репатриации из горячих точек бывшего СССР – Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Член партии НДИ, министр репатриации и абсорбции Софа Ландвер Родомис Черновцов. Она предложила помощь находящимся в данный момент в Израиле туристам с Украины, имеющим право на репатриацию по закону о возвращении. Им предлагалось срочно изменить свой статус, а если возникнут проблемы с оформлением в МВД, обращаться в местное отделение абсорбции. И даже телефон для справок был указан Иерусалимской канцелярии министра. Все красиво и хорошо, но обратиться-то украинским репатриантам было бы некуда. На сайте Диппредставительства Израиля в Киеве на русском, украинском и английском появилось объявление следующего содержания. Из-за забастовки в МИД Израиля с 4 марта 2014 года и до дальнейшего уведомления посольство Израиля в Украине не будет предоставлять консульские или прочие услуги, а также отвечать на телефонные звонки. Как говорится, война войной, а забастовка по расписанию. Мухаммад Мустафа Вице-премьер по экономическим вопросам сказал во вторник, что палестинская автономия ищет предложение помощи от международных фирм в разведке и разработке добычи нефти в регионе. Мустафа сказал в The Associated Press, что проект был выдвинут среди ряда инициатив, предложенных посланникам на Ближнем Востоке Тони Блером и госсекретарем США Джоном Керри с целью развития экономики палестинской автономии. Исследуемая территория занимает порядка 400 квадратных километров по большей части зоны Си, которая находится под полным контролем Израиля, согласно соглашению в Осло. Недав никаких указаний, Израиль согласился с планом. Это уже не первое заявление о новом проекте палестинской автономии в зоне Си. В прошлом месяце министр транспорта палестинской автономии заявил о планах создания аэропорта в районе Юдеи-Самари, который должен был быть расположен в зоне Си. Несколько крохотных свитков Мертвого моря, которые были запечатаны в филактериях, недавно были обнаружены в хранилищах Израильского департамента древности в Иерусалиме. Несколько филактерий и ремней были обнаружены во время раскопок в Кумране в 1950 году наряду с известными свитками Мертвого моря. Перед исследователями сейчас стоит задача разгадать загадку обнаруженных маленьких свитков двухтысячелетней давности и сохранить их. По мнению ученых, эти свитки вряд ли приведут к какому-либо грандиозному лингвистическому или религиозному открытию, но могут пролить новый свет на то, как проходила религиозная практика в период Второго храма. Исторический экскурс 20 марта 1917 года. Игаль-Ядин родился в семье археолога Ильезера Сукейника и активистки борьбы за права женщин Хаси Фейнсот Сукейник. Он становится известным как второй начальник штаба армии обороны Израиля и как археолог. В 15 лет он присоединился к Хагане, еврейской организации обороны во время британского мандата, и уходит из нее в 1946 году. Незадолго до провозглашения независимости Израиля его снова призывают в армию. Игаль-Ядин ответственен за многие ключевые решения, принятые во время войны. Он назначен начальником штаба армии обороны Израиля 9 ноября 1949 года и служит в этой должности три года. Он уходит в отставку в 1952 году из-за разногласий между премьер-министром и министром обороны Давидом Бен-Гурионом, который сократил армейский бюджет. Окончив военную карьеру, Един посвящает себя археологии. В 1952 году он награжден Государственной премией Израиля в области еврейских исследований за свою докторскую диссертацию по переводу свитков Мертвого моря. Он участвует в раскопках самых известных археологических объектов Израиля, включая Кумранские пещеры Тель-Мегидо, Массада и Хацор. Сам он считает, что открытие Соломоновых ворот в Тель-Гезере в 1957 году является пиком его карьеры. Един умирает в 1984 году в возрасте 67 лет. Это были новости из Израиля. С вами был Альберт Векслер. Пишите нам по адресу на экране. Мы ждем ваши отзывы и пожелания. Субтитры подогнал «Симон»